а теперь что касается вот этого токсичного видео я не знаю может быть стоит разрезать это видео пополам а может быть и нет все-таки хотелось бы чтобы увидели он вот зачем я это все сделал то есть говно комментаторы есть говно комментаторы и они будут всегда избавиться от них это утопия не получится есть алгоритмы работы с ними вот эти алгоритмы я использовал и мне пришла в голову мысль а может быть вот собрать вот эти все токсичные высказывания нет они были обдуманные все эти высказывания ты не думай что это как-то все это на эмоциях нет они были обдуманные когда я снимал видео были сказаны я мог их вырезать но я не стал вырезать если это вдруг где-то на эмоциях все-таки проскочила а потом я решился собрать это вот их мало же да там меньше да что такое меньше пяти минут там потому что есть еще нормальные вырезки просто прикольная чтобы разбавить эту токсичность но тем не менее их собрал и выложил безо всякого да вот предупреждение выложил цель была отсеять говно комментаторов кто такие говно комментаторы сейчас мы это здесь узнаем если простые видео ну сразу слову скажу я сейчас акцентирую на этом внимание и может в голове может бы может появиться мысль что их много нет на самом деле их немного туда же посмотреть по количеству дизлайков и лайков лайков все-таки больше лайков больше то есть нормальных умные думающих пацанов их больше чем вот но здесь здесь смотри здесь во-первых и говно комментаторы и те люди которые вроде не говно комментаторы но их могло что-то задеть их могло обидеть что-то мог и случиться разрыв шаблона да потому что ожидали ларавель а увидели токсичность и такой разрыв шаблона случился они такие ну его нахер ставить вставку такой нахер про папа этого не работника балда вот и такие люди до частично здесь то есть здесь вот эти дизлайкеры это не все долбоящеры здесь часть нормальных пацанов просто которые ожидали одно получили другое вот обычные видео простые там установка ларавель или еще что то такое я помню до сих пор это по видео помню была проблема с этими со спамом там спам роботы спамили на сайте комментарии мне не хотелось ставить эту капча херапча хотелось чтобы для обычных пользователей все было визуально ничего там вводить не нужно было роботы не могли пробиться я это сделал то есть для пользователя обычно ничего не 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 случилось он также как и водил так вводит все нажимает а роботы все пробиться не могут для этого мне пришлось хабр про шерсти для этого мне пришлось куча статей прочитать там много всяких вариантов было и какие я какие-то попробовал какие-то сразу отмел и вот самое интересное я сделал видео просто поделился своим опытом как вот мне это помогло то есть мне потратил я потратил кучу времени записал короткое видео и сэкономил другим людям время да они уже столько времени не потеряют они могут позаимствовать вот этот мой способ и даже под этим видео простым за которым можно сказать спасибо люди начинают дакада колуп ваться вот там мне чувак сказал эко это не функция это конструкция языка а то я не знал когда записываю можно оговорок сделать вот так вот так вот оговорок сделать запись видео как вот я болтаю на видео как я болтаю в реальной жизни это две разные вещи это две разные вещи за два разных человека вот когда камера появляется вот поведение меняется резко и только с опытом большим опытом и профессионализмом человек может оставаться самим собой и что с камерой что без либо надевать какие-то маски умышленно да вот весельчика там еще кого-то еще кого-то но этому надо учиться уже скорее всего всякие актерские курсы и так далее то есть падая к чему несу эту ересь под обычными простыми какими-то незамысловатыми видео находятся говно комментаторы которые просто создают мусорные комментарии что значит мусорная есть какое-то видео которое чему-то учит у кого-то что-то не получается он об этом пишет ему помогают но вот среди вот этих полезных комментариев либо кто-то помог сделал и ему это принесло пользу он поделился да вот я сделал работает классно спасибо вот так вот тоже человек может сказать а есть мусор да то есть среди вот этих полезных комментариев появляется мусор его немного но он есть и он отвлекает иногда ты заходишь это проверить комментарии может быть кому-то помочь нужно встречаешь говно комментарии у боже упаси на них отвечать потому что говно комментатором ты ничего не докажешь это уже проверено с ними вести дискуссии спорить отстаивать свое мнение бесполезно бесполезно это не пробивные люди до них как сказал дейл карнеги лучший способ победить споре это избежать его вот с говно комментаторами то же самое ни в коем случае лучше с ними полемики не вступать вот и а если какое-то настроение такое плохое или еще что-то вступаешь полемику там все это вот реально слово троллинг там отрабатывает а и там начинается не по теме там что-то ля 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 жу 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 там свои мысли какие-то сказать нахер они не нужны где видео про другое зачем вот эти мысли высказывать ну это не то место где это нужно делать может быть надо какой-то форум я не знаю жало чтобы люди сливали это свое вот вот это вот желание высказаться может было не высказывать может быть я не знаю еще что-то какие-то комментарии я удаляю который считаются комментарием счет настроения сильно зависит какие-то нет вот бывает такое что действительно хорошее замечание sales то есть мне комментарии не понравится типа как-то так мне блин замечание ты делаешь кто такой вот но когда я читаю я понимаю что он блин ну правда он сказал да вот то есть можно и так и как я а можно и так и вежливо сказал культурно сказал такие есть я вот я скрипя сердцем все то есть одно мне мои эмоции это не нравится но я это оставляю а есть реальное говно есть реальное говно который не просто хочется удалить а который вот прям вот людей надо банить это видео вот это вот на нарезочка она несла в себе вот этот вот смысл чтобы сразу от сеять вот молча хак-херак и часть народа ушло часть народа ушло это был эксперимент я никогда никогда не видел чтобы кто-то так делал да то есть с одной стороны мне хочется подписчиков да мне мне нравится когда там число растет но с другой стороны я хочу чтобы люди которым я даю видео они получали максимальную пользу и делились там в комментариях там чем-то и так далее вот и убрать вот этот мусор я понимаю что это утопия и что ты говно комментаторов не забанишь как как минимум потому что есть целый ряд целый класс говно комментаторов которые открывают книгу в середине да то есть они начальное видео про это даже не увидят они откроют книгу середине посередине и начнут срать туда вот и это видео оно было экспериментальным эксперимент закончился и выводы если честно я немножко другой ожидал от этого видеть но то что у меня здесь я увидел меня даже чуть-чуть поразило чуть-чуть поразило ну здесь и стандартный комментаторы есть и есть нестандартные вот поэтому давай вкратце разберем с одной стороны можно просто болт забить и все но с другой стороны надо же сообществу объяснить зачем я вот эту токсичность выложил да я сам по себе не токсичный человек я спокойный человек мне сложно чем-то задеть вот но тем не менее выложил токсичность я думал 10 раз я 10 раз думал выкладывать или не выкладывать потому что видео оно получилось токсичное но все-таки решил выложить вот давай просто очень быстренько отвечаю очень быстренько пройдемся или не пройдемся по комментариям давай погнали эй загрузка что такое просто тихо димон тихо если курс платный то я думаю петросянство лишнее вот говнокомментатор да то есть человек учит меня делать курсы короче смотри димон курс если платный то тогда ты к там не смеши не не петросяне что он говорил прикалываться там или смешить не петросяне что то есть уже как-то унижительно да сказал а если платный то ну а то есть если и а если бесплатный то наверное можно я же в курсе сказал если ты очень умный ты можешь рассказать об этом своей бабушке зачем мне мне это не интересно так дальше тизер на курс петушиного программирования братан ты своих товарищей ты здесь не найдешь это ты не туда пошел иди в другом месте ищи вон где лайков видишь понаставили давай иди дружи с ними великолепно антиреклама курса спасибо да так и есть это вот было на цель на то чтобы отсеять ненужных людей да 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 огромное спасибо вот чувак на моей волне вот для таких людей я хочу стараться делать курсы red bull просто сказочный олень red bull просто сказочный олень а russian bull просто сказочный олень тут уже по саму названию по аватарке можно сказать уж человек из глубинки человека ищет конфликтов он бычет и все вот тут даже комментарии излишним вот это комментарии самый гениальный я когда его прочел я вот несколько раз так втыкал то есть человек прослушал вот этот вот вот это вот это видео понравилось ему или не понравилось он не стал об этом говорить пофигу он понимает то что другим насрать понравилось ему или нет он не стал кита выводы свои писать он ничего не писал он сделал один единственный вывод из этого видео то что будет видео курс по ларабель ему это интересно и он просто спрашивает когда когда все все это гениально это просто гениальный комментарий вот руку жму никаких разлагольствовать ничего там когда это будущий тим лид будущий тим лид а может быть уже тим лид отвечаю так опять этот russian bull сказочный олень вот здесь он как будто он с маленькой буквы предложения начал точки нету и и создается впечатление что предложение она вот так вот идет russian bull просто сказочный олень вот человек который ставит ларку архива и в урл у него паблик а консоль вообще в корзине чему может научить во-первых ларку ставил клонированием я я не знаю откуда он взял то что архивом там близко таких слов не было то есть он откуда-то это родился в урл у него паблик паблик я в урл и показал то что есть люди которые неправильно настраивают домены у них есть папка паблик они видео видят то что у меня нету паблик но они не стараются это исправить идут дальше я видео уже об этом сказал он увидел свое консоль вообще в корзине какая консоль о чем ты что значит корзине там чё я корзину показала и не лежит консоль что-то имел ввиду непонятно это был риторический вопрос мне не нужно писать что-то имел ввиду чему может научить брата найти много чем могу научить а давай это ответа потом наверно прилепить тусти крочего чувак по прикалывался чувак прикалывался молодец тоже на со мной на одной волне так вынесли на право лучше отписаться вот этот ему него просто наверное разрыв шаблона случился он ожидал одно получил другое братан не отписывайся оставайся огонь жду лайка жду лайков накидаю анка на одной со мной волне давай удовольствием смотрел предыдущие курсы буду ждать нового лайк однозначно linux люблю и буду любить дальше я тоже братан linux люблю я в linux работаю я курс только записываю винде потому что здесь все-таки чуть поудобней там я про друг там я я просто поговорю имел ввиду linux задротов которые вот linux и все винда для меня я везде плюсы стараюсь находить они минусы работаю я в linux и да мне linux нравится разные пробовал linux и работаю сейчас в минте минте этот чувак поприкаловался над тем что было видео улыбнуло все чувак на моей волне братан жди 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 подожди они он там говно комментария писал а ну да алексей так подожди алексей чё алексей чмо а тут а тут андрей орехов не этот разная я подумал алексей чмо андрей орехов думаю как одинаково так ладно будет весело братан спасибо кошка огонь 10 раз подумай прежде чем заводить сфинкса 10 раз подумай почитаю про них может быть для тебя это не самый лучший вариант ну на всякий случай так-то огонь но минусы есть обычно в первом курсе в первом видео демонстрируют или пришли от вещи которых и пойдет речь курсе но выглядит многообещающе тоже у человека случилось разрыв шаблона но на эмоции не стал переходить он подумал что наверное что-то там будет давай-ка я еще подо не буду хейтерить я подожду если димон говно выпустит тогда я скажу что это говно надо сначала посмотреть говно или не дата счет думающий молодец спасибо а вот лара вели дмитрий храмах с рамакеем как будет английском слова прилепить поржал да это там казус случился я не стал его вырезать и вспомнил маленьких любителей английского языка это отдельный вид долбоящеров которые постоянно не постоянно часто говорят ты не так сказал ты не так сказал на английском языке шли бы вы нахер англичане добрый день я как-то жестко спасибо за ваш труд и успехов давний подписчик по моему даже контакте меня друзьях есть спасибо дмитрий будем стараться скоро будет все когда выйдет сколько будет стоить я тоже об этом думал ну когда выйдет уже будет выходить 17 видео тоже записано я тоже думал о монетизации хотелось бы мне в идеале делать так чтобы все мои видео были бесплатные на ютубе но при этом конечно хочется получать бабла как по как как монетизировать и видео и пред это так чтобы при этом они оставались бесплатными я об этом думаю есть несколько вариантов но пока дали до их реализации еще далеко у меня сейчас основная цель освежить освежить канал или дать хороший курс по ларавель вот а что вот это вот говно комментатор а вот он шел шел у него недержание калаунду выстрел так здесь 8 ответов но здесь я ему объяснил что наверное ему надо уходить меня к удивил вот этот комментарий от кирилла несмеянова кирилл это насколько насколько я помню когда-то я был подписан на паблик ларавель вконтакте года два назад и на отписался вот я его запомнил кирилла запомнил там грибок потом какой-то чувак был токсичный он с одной стороны помогал умный комментарий писал но с другой стороны он очень часто критиковал прям так токсично критиковал и вот такое было печенька будто на то прям искал где покритиковать вот и еще четвертое но это сам создатель канала алексей то вот эти четыре человека если они ну три кроме того токсичного потому что он он реально для него существовало только белое и черное если ты это не белое значит это говно вот а вот этих трех кирилл грибок и алексей вот если они где-то что-то комментируют я всегда читал я никогда не участвовал полемика в комментариях крайне редко меня два раза я помню поучаствовал обычно я не участвую я как бы больше читаю нет не интересно вот а кирилла я запомнила грибка и алексея вот и кирилл пишет сначала не понял что это он а потом перешел на потом потом понятно стало что это он оттуда причем это как бы коллега это далеко не глупый человек это умный человек знающий ларавель делающий тоже видосики вот он мне пишет м вот подать под говно комментарием пишет который с реальной жизнью вообще ничего общего не имеет просто человек просто высосал из пальца он под ним пишет тут есть одна проблема после слов как не говно кодите не писать плохой код идет кадры с кодом прокомментирую его специально для тебя для меня ну давай посмотрим там интересно жуть так ну давай вот он по пунктам разложил попробуем посмотрим пункт рент диприкеты начиная с печки 4 на дворе 7.4 а у проверяем рент дженерейт это рэндом интеджер энд рэнд ля 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 внимание эта функция если вы используете криптография шайтаном а не надо использовать если криптография тогда рэндом инт про диприкеты есть нету а сам платформ windows так а вот надо еще вот так использовать есть 71 короче рэндом используется мт рэнд короче надо может быть там внизу есть комментарии о может быть это диприкеты внимание мин макс рэндж мастб рэндом макс ля 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 тоже нет может быть в комментариях а надо вообще слушать комментарии наверно нет нету нету может быть я слепой как там дерипаска правильно пишется деприкатит ищем давай поищем control f дире нету а может быть на английском нет может быть надо на русском а килограмм написал даме килограмм функций предостережение данная функция не генерирует криптографические безопасные значения уже нету диапазон мим макс не должен выходить за границы тоже нету откуда он это взял ты откуда это взял кирилл может быть есть какой-то масонский сайт печки нет в котором и такие тайны таинства пишут масон нету хер его знает может быть они где-то рассказали об этом на хабре может быть было но сюда забыли написать но обычно они пишут они обычно пишут не просто то что это устаревшие они пишут так вот сейчас устаревшая а вот в этой версии мы вообще выпилим его нахер обычно так пишут как минимум какая-то информация должен нету какой вывод можно сделать то есть еще в ау но тогда ты им напиши ты напиши им вот этим давай зачем ты мне пишешь ты напиши им скажи ау деприк этот вы чё в пи спи 4 стала деприкета напишите об этом вырежьте ее нахер люди же не знают люди не смотрят курсы делают потому что вы не написали и дурачки из php и разработчик php главный дурачок давай напиши тут ты им напиши об этом чё ты мне то пишешь то что она деприкет это не мне надо писать это именно написать потому что они об этом не говорят разработчик на сам еще не знаю кто что там деприкет вот после этого наверное дальше можно даже и не смотреть потому что это тоже а такой же высер получается этот комментарий такой же высер но поражает то что человек умный коллега зачем какую цель ты преследовал показать то что я говнокод могу писать эти сразу скажу я умею на код писать особенно если мне в пятницу сказать так дима в конце рабочего дня но задача срочная срочная просто надо просто вчера ее решить вот сейчас вот давай давай решай сейчас вот говнокодимка начинает сразу попахивать еще до того как клавиатурой прикоснулся давай посмотрим дальше но в отличие от тех вот я вот этих вот рашин булав да у них просто недержание вот он бежал бежал какой-то триггер видео прозвучал он сразу так у него а этот в отличие от этих говнокомментаторов он какашки разложил по полочкам как вот опять же задаю себе цель какую кирилл ты преследовал цель ты же ко мне обращался ты хотел макнуть меня в мой говнокодка ты говнокод пишешь ты эту цель преследовал унизить хотел я не знаю что ты хотел показать какую цель ты преследовал борец за чистоту кода что ли но борись где-нибудь я не знаю другом месте же русским языком сказал пацаны умные блин бабули своей расскажите зачем ты мне рассказываешь смотрим дальше синым заменить на fake world то есть ему не понравилось то что я название категории хочу вот так как я хочу чтобы была категория и номер он говорит давай фейкер использую пусть он там тебе какашку выплевываю такую фейков скую там чё захочет то выплюнет вот так вот использую почему с какого хера может быть а так хочу почему я должен делать так как ты хочешь почему нельзя так сделать это первое во вторых видео я говорю об этом что есть фейкер есть фейкер пользуюся им я не буду пользоваться причем мы вроде фейкером воспользовались уже при когда сиды делали для постов тоже то есть первая от вот двойка тебя за первую придирку за вторую придирку тебя двойка 3 выбор родители по и дишнику в результате получится что категория 1 ссылается на категорию 1 в 21 25 процентах не понял немножко его мысль то есть она сама на себя да не будет она сама на себя ссылаться до да непонятно что он хотел сказать и дальше вот то есть он по полочкам разложил какашки и сбоку вот так вот еще какашки вот здесь вот вот так вот размазал по стенке вот так размазал так размазан пейтом пользуется вообще ништяк к чему это было зачем это было выдранный из контекста кусочек кода взяла вот так вот это к тому же это сиды а вот понимаешь вот как ты не сделай видос все равно найдутся те которые будут говно комментарии писать то есть если ты уделишь кучу времени как писать сиды четко по полочкам этот же самый товарищ все скажет на хера ты 10 уроков выделил для сидов это такие неважные моменты которые просто даже не на некоторых проектах даже не делаются они как бы на них проектах нахер не нужны а ты 10 уроков это сделал сделаешь галопом по европам каждого что-то так мало сделал вот единственный ответ на такое нахер бы не пошли бы вот вот это меня короче на кирилла удивил к кирилл меня удивил то что вроде думающий человек коллега а чё зачем он это написал какая цель слов нет и я полагал то что люди которые вот такие вот они увидят дизлайк поставят и отпишутся скорее всего они не отпишутся мне так кажется а было 47 56 уже увидим и там старая страничку и открыл вот это что это касается простых видео понимаешь что они под простыми видео такое говно кодит а мы будем серьезные темы стрекать мы будем затрагивать тема которая холиварная которых люди спорят идеальной архитектуры не существует не существует идеальной архитектуры это уже это правило уже говорит о том что что есть почва для того для споров но не нужны мне споры принимать делаешь смотришь нравится заимствуешь делаешь так же не нравится делаешь по-другому все ты же не дурак ты же не дурак новички вот если бы вы думали вот кирилл думаешь новички это дураки да не всегда очень умные бывают новички нужно думать нравится тебе такой подход используешь не нравится подход не используешь если я даже если функция rent была бы деприката допустим мы их ну и хрен бы с ним там ближайший варнинг тебе скажет деприкат этот варнинг он же сообщает о деприкатах все меняешь и все вообще не тема для комментариев не тема для комментариев это это мусор это мусор который будет вот нормальных пацанов вот 56 нормальных пацанов вот их нормальные комментарии будут в мусоре вот в этом теряться вот это видео оно было признано для того чтобы говно комментатор так херак и отсечь но утопично получилось это не получится и хотеть но нужен другой алгоритм использовать вот и все наверное долго получилось ну ладно кирилл больше так не делай все спасибо за просмотр ждем скоро буду выкладывать те кто отписались подписываемся говно комментаторы при себе оставляем комментарий все всем пока спасибо за просмотр